вот так на сегодняшний день выглядят огурчики под пленкой которые без полива и без прополки но я их все равно поливаю понемножечку хотя вот там вот если видно пленка заклеена скотчем сейчас ее открыла и посмотрела влажность под пленкой есть просто я досадила несколько штучек по-моему 4 штучки так как сразу не зашли досадила хожу их поливая чтобы вылазили эти заодно пока маленькие пленка чтобы ее не подымала ветром положила пока такие земляные камни пока немножко огурчики подымутся потом по убираю посмотрим что получится конечно интересный такой метод без полива без прополки хотелось бы верить что что-то получится ну такой эксперимент здесь у нас цветет земляника обычная не ремонтантная садовая земляничка уже она здесь четвертый год растет садила я 13 кустиков это заросло такой поляной ну если бы пускали ее дальше расти тут наверное весь бы сад зарос а так ее все усишки обрубываем и не даем дальше расти я конечно думала в этом году уже ничего не будет так как четвертый год все таки ну есть конечно но мало все таки до мало надо наверное пересаживать другое место здесь убирать это игрушка сорт парижанка здесь земляника обычная садовая крупноплодная просто наверху не было место посадить посадили здесь здесь она и растет тоже немножко полила здесь сорга посадили кто не знает веники другими словами делают из этого сорга проса вот такой вот сад птички поют красота все уже отсвело все равно красиво сейчас надо пойти цыплятам нарвать травы ящик пойду сейчас маленьким рыбки на рвок поможет еще лицер но тут у нас участок растет лицерна раньше кроликов держали садили на полтора огорода остался с этой стороны там уже распахали на второй стороне огорода сейчас покажу вот такая балочка уже скоро траву косить нужно будет здесь была речушка но она есть но почти сухая раскопали две кренечки чтобы воду набирать ну вот здесь уже как бы неудобно набирать мост высоко ниже его уже не сделаешь там с другой стороны сделали другую там проще набрать жалко что речка высохла раньше поливали из нее много воды было последнее не знаю сколько лет лет десять наверное уже вода уходила уходила дождей нет вот сейчас у нас какой сегодня 15 мая да еще дождей не было нормального ни одного дождя не было город если б не поливался с колодца вообще ничего не зашло на этом то под воду что-то садили чтобы хоть бы вылазила аллергия у меня сезонная извиняюсь за то что в кадре ведь как-то про не произвольно здесь тоже сорга посадили немножко сейчас будем искать рыбку здесь я пошла раз рвала мусор такие ветки трава сухая с палисадников сжигается пепел собирается на подкормку для курей зольные ванны принимают куры сейчас здесь нарву травы эту цыплят кормить ну вот нарвала немного травы солнышко зашло хорошо так не жарко забрать ведро немножко можно поснимать без солнца лучше видно вот яблоньки уже отсвели это как она называется забыл а сорт liberty так вот пучками понавязались хорошо всегда вяжутся яблоки на этом сорте после цветения цветет шикарно это golden резин стен тоже тоже в том году много собрали яблок будет два дерева таких яблочках все маленьких конечно еще осыпется много здесь видно сколько травы еще осталось после этот участок где-то около пусть 15 где-то соток большая часть под люцерной здесь у нас малинка это глин файн в этом году сделали каплю стало намного проще поливать меньше времени уходит здесь смородина красная красная с той стороны белая ну красная вот эти два ряда которые садили первые сразу мы посадили вот здесь был ряд черной смородины здесь два красные и один ряд белый ну черная почему-то вся сгорела хотя поливали конечно руками носили тяжело было ну вся она пропала вот это саживали поэтому она выглядит меньше сравнение с той которая первая вот эти два рядочка которые повыше и белая чахленькая совсем чахленькая конечно надо посмотреть может быть там стеклянница внутри почитать как они избавиться немножко ее привести в порядок белая смородина сорт золотистая а красная не знаю обычная какая-то хорошая в принципе урожайная пусть не сильная крупная но нормальная была в этом году почему-то очень слабо цвела что будет может следующем лучше будет здесь я посадила кукурузу и фасоль спарживаю кукурузу для того чтобы немножко малину притянула чтобы не так ягоды горели потому что это сорт полка ремонтантный как раз вырастет вырастут кустики будут плодоносить там несколько осталось на весеннее плодоношение а так в основном на летние ближе к осени ну вот кукурузка так уже поднялась дождей не было все носила поливала вручную а то мне рада было что и посадила ну хорошо хоть взошло теперь уже не поливаю и здесь два рядочка малины ремонтантной этот хорошо ну перезимовал рядочек будут плодоносить уже в бутонах дальше не очень на осеннее или на летнее плодоношение как правильно сказать так вот чеснок здесь у нас чеснок здесь тоже кукуруза с фасолью здесь тоже между чесноком и здесь тоже подсадили была еще сажатся с морозиной подсадили еще рядок ну тут практически нет ничего это когда в том году осенью посадили такие кустики вот здесь буряк кормовой красный садилась под воду так повсходило не особо хорошо ну вот первый рядок здесь очень хороший траву оставляли а это была распахана люцерна надо ее выкапывать вырывать еще поморочиться с ней надо весной много вырывали копали и много еще осталось вот заморозку в принципе оставили хотя может буряка не сильно мерзнет но здесь на кукуке оставляли сейчас тоже начали ее вырывать кубак тоже не очень зашел подсаживала надо полить боюсь и поливать часто чтоб капустянка не поела всходы не погрызла то что есть капустянка но опять таки не поливать будет долго вылазить а может и не вылезет там кто муравьи бывает разроешь то еще какая-нибудь напасть так идем дальше а все сорта я подписывала на ложках которые садила потом правда досаживала уже чем было поэтому не все садились такие как были до этого ну и ложки вытягивала посмотрим потом что вырастет вот картошка картошка на сене после заморозков отходит подмерзла хорошо сильно очень больше всех подмерзла картошка на сене когда был вот заморозок числа десятого по моему или восьмого ну уже отходит сейчас ее только жук жук напасть отлаживает яйца везде на всей картошке короче жука будет наверное тьма вот мы дошли почти до окончания люцерны такое поле здесь косили курем вот белый лук сейчас я его развожу мне он очень нравится у него зелень неплохая такие высокие кустики сороказубка белая а там в конце видно поменьше обычная сороказубка желтая так вот здесь будут помидоры здесь морковка тоже плохо взошла еще досаживала поливала земля полопалась так это смородина новая кусты новая потом покажу а в принципе у меня есть видео там где зависть я снимала намного крупнее чем на нашей здесь вот ежевика тоже новые сорта и там наши три рассадили найчес сорт на шпалере тоже ежевика уже начинает цвести здесь лук посадили под зиму два рядочка как же он называется не помню какой это гибрид там супер урожай обещали что май уже выкапывать его созреет ну короче лапша походу не видно там еще ни головок ничего как обычный лук ничего особенно цена только дороже была так это вот чеснок чеснок так вот здесь вот рассада парник синенький перец базилик вон кустя кустяры большие чернообрывцы там помидоры которые погорели но потом уже отошли вот так вот они выглядят подсыпали при посадке насыпали мало этого перегноя быстро высыхала земля вовремя не болели сгорели остались только по краям ну в принципе для себя хватит высадить посмотрим что получится там редиска здесь клубничка уже тоже третий год пропадала кое-де здесь у нас виноградник персики льнина тоже ежевика чумуки виноградные тоже экспериментирую в этом году без кельчевания их посадила не знаю что получится посмотрим здесь тоже виноград здесь остатки земляники крыжовник инвиктосорт мы рассадили со своего кустика в этом году уже плодоносит в прошлом году весной высадили в этом году уже с ягодками здесь тоже виноградник потом наверное ближе к осени уже когда будут ягоды поснимаю каждый сорт в отдельности и покажу урожайность вот здесь еще красная смородина там зелень здесь ванны для воды для полива опять виноград и черная смородина вот здесь земляника забыла тоже как называется розовым цветет вот такая все пришли мы насыпала куром взорвав все кушают а то была пустая кормушка а то была пустая кормушка а то была пустая кормушка сейчас будем траву рубить почему сказала рубить траву потому что реально рубить топором и то что так легче чем резать и то что так легче чем резать мы пойдем кормить цыплят подросли уже подросли уже разы надаем периодически меняем ну в день сейчас дам рыбку позже дам нам лицерну и цыплят там уже полтора месяца маленькие то карликовые белые черные и коричневый полулысый полулысый еще не оперелся в пушке ходят какие-то странные мы брали чужие яйца на закладку наболзали своих не хватало еще куры слабо неслить зимой вот такой такие выжились чудики пускай кушают сейчас пойдем покормим маленьким еще маленьким траву не давали сейчас немножко хочу дать вот пришли к маленьким цыпляткам сейчас попробую вам дать первый раз травы они ее боятся они ее еще боятся не знаю что это такое да цыпульки такие страусы лежат такие страусы красивые ладно будут изучать траву потом будут уже охотнее кушать здесь сарай у нас еще перепелки живут немножко техасских есть совсем немножко фениксы это эстонцы вот перец порода феникс золотистый очень хорошая порода несутся хорошо на мясо крупненькие молоденьких снимаю красивых потому что те уже такие без перьев частично вот такие красавчики вот и яички несут вот здесь записи какой выводок там сколько штук например 14 самок 5 самцов первый второй выводок у нас две линии от разных заводчиков самцов мы поменяли чтобы птенцы были крепче вот будем залаживать инкубатор на днях здесь немножко у нас петушков осталось на мясо на завтра есть заказ 10 штук 10 зарежем и еще 10 остается ну 10 вот еще техассов отсадили лишних самцов вот тоже подняться вот такие дела сегодня я поснимала много почти все что есть что это есть я так что не и и и Продолжение следует...